Соответствуют ли данные статистики действительности, а также улучшат или усугубит популярность президента, недавняя смена правительства и изменения Конституции? На эти вопросы мы попросили поразмышлять экспертов главного редактора журнала «Иркутские кулары» Андрея Фомина и политконсультанта Владислава Шиндяева. Им слово. Кремль, насколько я знаю, уже отреагировал на результаты опроса Левада-центра и сказал о том, что есть и другие замеры, другие социологические опросы, которые, наоборот, демонстрируют рост рейтинга президента страны. Но сам по себе я все-таки чувствую, уверен, что рейтинг, обозначенный Левада-центром, он близок к действительному положению дел. Социальная напряженность в обществе растет. Мы понимаем, что миллионеры и миллиардеры становятся богаче, а так называемый средний класс и бедные люди живут все хуже, все труднее. В Кремле прекрасно понимают, что рейтинг падает. Они могут не понимать, почему он падает. Ведь средний уровень зарплаты по стране растет, по их мнению. Но они понимают, что рейтинг падает, и надо чем-то занять умы населения. Люди очень осторожно воспринимают любые изменения. И понятно, что изменение Конституции вызвало определенное некоторое напряжение. Люди просто не знают, что от этих изменений ждать. Пока не знают. И в связи с этим закономерное изменение рейтинга. Есть некоторое напряжение, есть незнание, которое влечет за собой определенные социальные последствия. Это естественный процесс, когда люди не знают какие-то нюансы. И это относится к процессам легитимности политических решений. Как только они поймут, что это влечет и что будет дальше, соответственно, рейтинг будет более управляемый. Он будет соответствующим образом корректироваться.